И у меня было сегодня несколько встреч, которых я не ожидал. Это люди, которых я не знаю, но почему-то в контакте, даже в друзьях у меня не находятся. Берут и выкладывают мне какие-то теплые слова. Я им пишу, очень приятно, спасибо, а вы кто? Как вообще, импульс-то откуда? Мне все интересно. И позвонили друзья, с которыми я на границе служил. Это было в 88-м году, мы демобилизовались. Два брата-близнеца из Барнаула. И я, представляете, потерял компетентность в близнецах. Я их отличал, но все отличали близкие друзья. И тут я ошибся, представляете? Столько лет прошло, я не узнал, кто из них, кто перепутал, обратился к нему. Думал, что этот один оказался другой. И что вы представляете, как интересно устроена жизнь. Он мне приносит сет, но поправил меня по-дружески, с улыбочками, со смайликами. И прислал фотографию, где у него на руках еще два близнеца. То есть у них по генетике, у него один ребенок, а у его сына близнецы. И я говорю, не может быть. Говорит, ты дедушка двух близнецов? Он говорит, да. И вот, представляете, у него двое близнецов. И у этих двух близнецов два дедушка-близнецы. Один родной, один двоюродный дед будет. Такие вот приятные вещи. И по поводу встреч. Не знаю, когда люди встречаются, особенно с доброй волей, с посылом, с импульсом. Там происходит какая-то магия, которую я даже не хочу расшифровывать. Вот для меня это чудо всегда. Встреча с каждым из друзей, из тех, кого я знаю. Особенно такая беспричинная, когда мы просто захотели. Представляете, мы все отложили дела и захотели увидеться. То есть уровень бескорыстия космический. Вот просто захотели встретиться и что-то вместе разделить. И когда это происходит, происходит, вот как вы чувствуете, очень глубокий энергообмен. И там растворение, отдохновение, восхождение. Когда тут все это происходит, лично я это всегда переживаю. Вот. Я очень счастлив, что в мое Рождество вы все пришли ко мне и разделили со мной мой день рождения. Рад вам петь. Поэтому, если у кого-то возникают какие-то идеи, что-то хочет, я с удовольствием постараюсь их исполнить. Не стесняйтесь, будьте смелее, непринужденнее. Сейчас пою вам, постараюсь спеть хорошо. Потому что первый раз, два дня назад, у меня одна моя очень хорошая знакомая из Ростова прислала стихи, такие немножко спотыкающиеся, не совсем ровные. Мы их немножко подделали. И вот она говорит, может быть, это станет песней. И вот когда вот красивая женщина с вот такой энергией, с космической, вот так вот говорит, может быть, это станет песней. Ты начинаешь думать в этом направлении. И ты понимаешь, что он может быть песней. Она становится песней. И вот когда люди с другой энергией, с другими посылами пишут потрясающий стильный стихий, вот гладкий, ты понимаешь, что стихотворение идеальное вообще. А песня не становится. И вот эти чудеса и феномены, я в них живу, становлюсь свидетелем. И поэтому сегодня премьера Ольгины песни из Ростова. Вот.